Визуально-то вроде как бы все неплохо. А ты не боишься что-то все голыми руками делать? Фак, да и шик! Не надо, дядя! Вложу я в нее 4 миллиона. Я купила только что яйца и классные салфетки. Жесть! Ну что, настало время нашей гелии оказать первую помощь. Коля, несите фибрилет. Конечно, единственный способ обдува здесь, это природное естествие. Еще? Как вам аппарат? Короче, он греется, то есть мы сейчас ехали, и когда вообще мы его забирали, была 30-ти градусная жара, у него масло подскочило до 120-ти, 130-ти, 150-ти, даже куда-то отметки уже там, разметки не было. Причина может еще как вариант забитый радиатор, я не думаю, что их кто-то мыл, судя по тому, что я их сейчас вижу. С 98-го года. А не может быть проблемой в самом датчике, что там что-то подключено неверно, поэтому он выдает неправильную информацию? Нет, неправильную информацию. Датчик, понимаешь, датчик он очень простой, грубо говоря. Он либо показывает, либо не показывает. Он может врать, но он врать будет тогда с ноля. Диски тормозные кривые, скорее всего, передние. Они, в принципе, еще походят живые, но если надо будет поменять, поменяем, это нет проблем. Визуально-то вроде как бы все неплохо. Короче, оставили тачку на полную диагностику и на оказание первой помощи. Что нас конкретно волнует в ней? На 60 км в час, если ты топаешь, делаешь кикдаун, она не сбрасывает передачу. Это странно, но это мешает ускорению. Потом она нагревается очень сильно. Нужно понять, почему она нагревается. Тормоза почему-то бьют. Какой-то диск или оба передних диска, они вообще кривые. Надо заменить еще колодки. Надо сделать ход-развал, поставить руль на место. Короче, сделать все для того, чтобы эта машина в следующей серии отправилась на оффроуд. Нам это критически важно и нужно. Поэтому, малыш, пожалуйста, будь хорошим пациентом. Тебя диагностировали. Осталось сделать только профилактику. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. И меня вылечит. One day later. Мы просто оставили машину на один день. Я думала, я сейчас буду заниматься своими делами, там, другими видосами. Но как бы не так. Мне Женя звонит и говорит, Ангелин, машина не заводится. И я просто стримглав мчу сюда, чтобы понять, почему же машина не заводится. Давайте узнаем, почему. Опа, тук-тук, приветик. Ты сказал мне, что он не заводится? Уже заводится. Вот и все. Просто машина иногда не видит положение паркинг на коробке. Это проблема с коробкой? Нет, это не проблема с коробкой, это проблема по, скажем так, по сборке, наверное, скорее всего. Проблема с проводкой и так далее. То есть, ну, присутствуют моменты проблемы везде. Проблема везде. Тут либо менять все вкупе, либо менять все по очереди. То есть, катушки, провода, свечи и так далее. Мотор, в принципе, работает неплохо. При его 5 литрах она не едет. Красиво очень звучит, но она не... Ну, вот, видимо, из-за саундтрека она так классно типа едет. Ощущение, конечно, огонь. Ты нажимаешь на тапку, поворачиваешь голову в бок, а она еле разгоняется. Она еле там газель догоняется. Но она должна ехать гораздо лучше, чем она едет сейчас. Ну, конечно. А как этого добиться? Добиться, это надо, ну, грубо говоря, разбираться надо и с электрикой и считать. Во-первых, у него есть огромная проблема, его невозможно прочитать. Потому что разъем диагностической фишки просто-напросто не работает. Стоп, а как Кирилл его читал? Как Кирилл эту тачку читал? Мы тоже его начали читать. Потом он просто раз и перестал читаться. И поэтому он сказал мне, что там ошибок нет? Кирилл, а не бывает, зачем же подставок? Он ржавенький, старенький, но читается. Пропуски зажигания чуть ли не в четырех или в пяти цилиндрах. Датчик кислорода с левой стороны до катализатора. Это ошибки. Это то, что удалось прочитать, пока он давал информацию. Можно просто вот так вот сделать. Первично, когда сегодня он перестал заводиться, я полез уже в электрику, посмотрел. Там такое ощущение, что было залито. В каком смысле? Ну, вода попадала там, где у него блок реле. Но он не был утопленником. Бля, такие ощущения! Не, ну вроде не видно, что он был утопленником. Хотя, судя по салону, он был затопленником, наверное. Затопленник. Господи, жесть какая, вот так качается. Радиатор чистый абсолютно. В каком смысле радиатор чистый? Радиаторы, охлаждение грязные. Их тоже на мойку. Ну, радиатор, скорее всего, грязный, да. Да. А, ну, да. Видишь, он чистый, он светится, он сотый чистый. То есть, его мыть не нужно, и он не переглевает мотор. То есть, он дает... Ну, на данный момент, ну, вот я могу сказать, за вчерашний вечер, да, там, за сегодняшнее утро, и то, что он у меня здесь стоял молотил около часа. Вентиляторы включились, то есть, все сработало. Окей, давай проедемся, чтобы я понимала, о чем ты говоришь. И потом пропишем огромный лист работ, который нужно провести, чтобы эта машина хотя бы была нормальная на ходу. 50. Вот, начинается, да, 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 прохрустную сзади, хоть ты чувствуешь? Да. Чувствуй смотри. Офигеть. Ну, да, он так прям дико колбасит его. Сейчас мы едем всего лишь 100. Мы едем... Аааа, господи, мне так страшно на нем ехать 100. Это очень страшно. Это очень страшно, когда я вот ракционал каждый раз. А что делать с кондейем? Вот кондейем на лето, мне очень, как бы, волнует этот вопрос. Ну, с кондейем надо разбираться, смотреть, где утечка, устранить ее. И, в принципе, я думаю, что все заработает. Ну, то есть, в этой машине он предусмотрен? Конечно, он предусмотрен, он есть. Просто надо отводить ее, работу способностей. Да ладно, а где он включается? Мы даже не видели. Вот она кнопка включения кондиционера. А, это кондиционер? Да, но она не работает, неактивная. Может быть такое, что за вот этим вот предупреждением АБС-ки скрывается чек двигателя? Или нет такого? Нет, не может быть. Чек двигателя – это отдельная позиция. Это, я думаю, что он постоянно горит, и он других ошибок не выдает? Нет, смотри, чек здесь отрублен, то есть его нет. Да, это жестко. Ну, с пропусками зажигания чек должен гореть. Он не горит. То есть он загашил лампочку, да? Да. Ну, либо выключили, ну, либо отключили программу, либо просто-напросто ее оттуда удалили. О, он отваливает. Не надо, не надо его овать. Итак, манифестирую, что с этой тачкой нужно сделать. Первое. Передний правоподшипник ступится поменять, ремонт рулевого управления, сход-развал, ремонт кардана, устранение вибраций или заднего моста. Замена катушек, проводов и свечей зажигания. Тормозные диски поменять, ремонт АБС, ремонт электроповодки, конди-ремонт, замена лямбда-зонда и ремонт замка. Пока из этого огромнейшего списка у нас выполнен только последний пункт, это ремонт замка. Что нужно сделать, чтобы тачка не грелась, не было вибраций, чтобы не убились, то есть она могла тормозить? То, что мы перечислили. Все, вот это вот? Да. Ну, вы уж хотите, чтобы мотор работал, чтобы не убились. Можно исключить кондиционер. Окей, на этом машине потом реально поехать на оффроуд? Да реально, даже сейчас просто реально ли вернуться? Окей, а сколько это все будет стоить? Надо считать. Ну, типа, ну, там плюс-минус ориентировочно. За сотым точно. Короче, уже влетаем в копеечку, ребят. Как, как будто только из градса выехал, вот ей-богу. Отлично. Мои гели в сервисе, поэтому я выбрала другую тачку выходного дня, и это цешка в 204-м кузове. Задумайтесь, 750 лошадиных сил для этой малышки. И в этом случае размер не имеет значения. Ребят, знакомлю вас с Артуром. Он является владельцем тачки. Всем привет. Короче, Артур, сразу сходу. Как так получилось, что у тебя эта цешка, и она 750 лошадей имеет? Ну, я покупал ее в 15-м году еще. У меня был выбор между 205-й и 204-й. Я очень сильно хотел 205-ю, потому что 204-й мне вообще не нравилось. Серьезно? Это же легенда, типа, как М5Е60. Ну, М5Е60 точно такая же легенда, как и эта. Она мне тоже совсем не нравится. В общем, я приехал в автосалон, и 205-й цешки были все раскуплены. Я долго-долго-долго думал, думал, думал. В итоге мне подвернулся вариант 204-й цешки. У нее был очень маленький пробег. Психанул, добрался до Азиза. Я думаю, все знаете, Азиза Атаева. Да, мы буквально с ним вот здесь, вот на этом повороте снимали его переделанную М5, дизель которой. Да. Азиза сказала, давайте пособерем. Я говорю, ну, давай попробуем. В общем, Азиза собрал мне эту цешку. После этого она начала мне нравиться. Но она мне внешне вообще не нравилась. Мне казалось, что она высокая, она неуклюжая, у нее узкая задница. Ну, короче, было очень много нюансов. Кроме передней оптики мне нравилось вообще все. Короче, not your type, как говорится. Да, вообще не мое было. Мы сделали ее с Азизом 730 лошадиных сил сначала. Я покатался, уже начала нравиться. Я начал потихоньку вкладывать в нее деньги. Ну, потихоньку миллионами, потому что там просто на стюнике все очень дорогой. Ну да, это, конечно, не BMW. Вот. Немножко лучше. Очень многие люди, кто первый раз садится в эту машину, они... Даже она бывает медленнее, чем многие современные машины. Но в ней намного больше эмоций, чем в современных. Я не знаю, какая тачка медленнее там. Или быстрее с 40... 750 лошадей. Это даже, не знаю, Taycan. Сколько в нем? 700? Не, я быстрее Taycan. Быстрее Taycan. Это ДВС, ребят. А там электрокар. Тут типа есть? Тут какая-то турбояма же есть? Нету. Это компрессоры на машину. А, точно. Это вырезаем, Коля. Это задний привод. Ты слышишь, как здесь все просто раздувается. Там вот этот еще свист компрессора, да, такой? Ну, у компрессоров вайсток нет свистов. Я очень сильно расстроился, потому что я покупал компрессор. Вообще, если честно, из-за этого воя. Я очень сильно хотел... И с рт у тебя поэтому, да? Да, да, и с рт мне поэтому. Вот, и тупо из-за этого воя. Я больше ничего... Я даже мощности, на самом деле, не хотел. Мне нужно было, чтобы он выл, короче. Сколько денег ты вложил в эту тачку с момента покупки? За сколько купил и сколько вложил? Что там в районе трех миллионов рублей она стоила на тот момент. И вложил я в нее четыре миллиона. Это с условием того, что я что-то покупал. Оно не подходило, не работало. Снимал, выбрасывал, потому что продавать я вообще ничего не умею. А, ты еще и призер московской мили. Прикольно. А это на какой тачке ты сделал? На вот этой машине. Я занял второе место. Офигеть. Она в идеальнейшем состоянии. Так что, Артур, я не знаю. Наверное, ее лучше вообще не продавать никогда. Пусть она достанется твоим детям еще. Как дань уважения Мерседесу. Но это один из самых любимых кузовов. Если бы я променяла свою М5-Е60 на какую-то тачку, это была бы вот именно такая цешка. К моему стыду я подумала, что это керамика. Но на то есть свои причины, потому что по внешним данным очень похож диск тормозной на керамику. Но это оказывается всего лишь навсего полторы тысячи километров на треке. Да. Или просто? Нет, вообще просто диском этим полторы тысячи километров. Очень серьезные лепестки. Как я понимаю, это что? Алюминий? Офигеть. Просто они огромные. Ты можешь вот так за них ухватиться и просто вот так вот ими рулить. Реально. Здесь перфорация, руль он перешивал. Красная строчка, все под стиль салона. Вот эта консоль, я ее видела, наверное, еще в тачках 11-го года Мерседешных. Она просто не менялась до 18-го года. Вот 7 лет подряд они пихали одну и ту же консоль. Обратите внимание на этот маленький, масенький мониторчик. Хотя, в принципе, наверное, монитор здесь иметь опасно. Потому что чем меньше ты отвлекаешься на какие-то посторонние штуки, тем ты будешь безопаснее. Артур, а что этот чек говорит? Потому что она в машине, а машина не понимает, что она в натуре лажала. Короче, слишком много этого, O2 у нее, понимаешь? На воздух. Это та эпоха Мерседесов, у которых под капотом скрываются реальные 6,3, а не те 4,8, которые сейчас есть, допустим, в геликах. Типа, о, мы там 6,3, но у нас почему-то 4,8. Вот это реально огромный, громадный, блин, просто межгалактических размеров мотор. Это вот круто, и это ощущается даже в звуке. У него такой звук, типа... О, пацаны! Может, ты их прокатил? Ребят, а вы когда-нибудь катались на 700 лошадиных силах? Ну, это только на Кодинак, да. Кодила? Да. Кодинак. Кодинак. Короче, ребята едут с нами, сейчас посмотрим на их реакцию. Они никогда не катались на таких лошадях, но это будет круто. Я просто помню свой первый раз на мощной тачке, это было не забываем. Пацаны, а вам родители говорили, что с незнакомыми дядями нельзя кататься? Нет, ну, я знаю, если продолжают, то я смотрю, и если серьезно я понимаю, то, ну, я не знаю, первый раз мне просто предлагают. Я не знаю, просто то так, то так. Запомни, раз и навсегда, это мы хорошие и добрые, а если попадутся не хорошие и не добрые, они могут вас украсть, поэтому в следующий раз лучше не катайтесь. А сейчас мы выезжаем за Телетонию. Не надо, дядя! Нет, это такая шутка, я знаю, это в ТикТоке он видел. Он шутку такую сказал. Чего, как вам эмоции? Я просто в шоке. У меня ноги, в машине так же, у меня сейчас сердце, если еще раз будет, еще раз будет такой звук, у меня сейчас сердце выбьется. Ну, прикольные ощущения? Вас прямо сжимает сиденье, да? Да, дядя, дядя! Все, обратно, я не буду, я уже все, я не знаю. Все, мы разворачиваемся. После этого газа я больше не буду никому в машину садить. Все, отмечали, Артур, мы их. В этот газ повезем. Все, пацаны, давайте, как зовут? Меня Исаак. Исаак? Тема. Тема, Исаак, все, пока. Давайте, парни, счастливо. К чужим дядям не садитесь. И к тетям тоже. К тетям к чужим, когда вырастет, садитесь. Мы приехали проведать моего малыша, потому что я соскучилась. И еще Женя сказал, что там какой-то капсдец творится. И мне интересно, что же. О, господи, ты его оставил без правой ноги. Но зато у тебя очень хорошая сидушка. Я смотрю, она такая. Классная. Это единственное, что может выглядеть на миллион рублей в этой тачке. В принципе, да. Нет, еще, в принципе, неплохо работает мотор теперь. Да? Да. А тот спектр работ, который мы прописали, что конкретно было уже сделано? И сейчас в данный момент сделан минимум, который, ну, то, о чем я говорил. Сейчас заменены свечи, заменены катушки. То есть сколько свечей там? 16 было? 16 свечей, да. 16 свечей и 3 катушки зажигания. А сколько мы на них отдали? Сколько за свечки отдали? Ну, что-то там 20, ну, за 20. 20 копейки. Это нормально, да? Абсолютно. Не, можно больше отдать. Нет, не хотим больше. Больше не хотим, не надо нам больше. Что ты понимала, это как бы вообще чип, потому что, расскажи, сколько стоит оригинал? Ну, оригинал порядка 4 тысяч за свечей. Их 16. 64 тысяч бы получилось. 64 тысяч. Ну, получилось бы, да. То есть, получается, в 3 раза дороже, чем вот. Офигеть. Знаешь, я как будто пришла такая, я к бате просто пришла так. Че, а что еще он сделал? А что еще? Ну, а дальше что? Дальше со ступицей разбираемся. Когда сняли ступицу, соответственно, увидели, что был порван пыльных шузов. Вот шуз лежит. Ну, пласи. Вот он уже отмытый. Жесть. Он просто в мясо. Я, походу, и у реально к зимовке готовлю. Знаешь, это готов к сане летом. Да, телегу зимой. А телегу зимой. Вот. Недаром у меня моя бабка учила, у меня бабки никакой не было. Ну ладно. Мы гадаем, что за дырка еще одна. Тут должен быть, ну, то, что не динамик. Здесь есть спартроник. Вот в таком виде. Какой ужас просто у меня. У меня мурашки по коже пошли. Вот, просто вот, вот, вот. Здесь видишь то, что замазали немножко. Ну, как бы, скажем так, губы намазали. Не особо себе не могу. Губы помазали. Кому? Какие губы? Гелику намазали губы, чтобы он хотя бы более-менее выглядел. Зачем ты швабру несешь? Вверх. 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 Жень. Ты просто убил его. Ты убил его. Это, это насквозь. Это, ну, это просто насквозь. Ну, вот, я засунул, да, просто. Это просто, знаешь, это новый герб Москвы. Это Георгий Победоносец, да, измей его. Я думаю, надо делать. Можем оставить там швабру. Знаешь, у нас так не хватает техники, которая убирает дороги, поэтому моя тачка войдет в этот реестр. Нормально. Вот такие у нас будни, вот такие у нас будни починки Гелика. Вот почему я по нему скучаю. Я уже жду, когда я смогу забрать его из сервис. Это огромная, не скачаемая дырень. Это просто бермудский треугольник, овал бермудский. Я боюсь, не надо, ну, блин, у меня же с этим ездит, Жень. Как же с этим ездить? Мне не нужна такая. То есть тут металл, это практически ген. А что мне с этим делать теперь? Он же будет свистеть, пока я буду ехать. Будет свистеть, продувать. Но кондиционер не нужен, будет прохладно, хорошо. Не хочу так. Не хочу. Можем сделать самодельные металлические коврики. Это как? Как у вазики, что ли? Как у вазики. Вырезать куски алюминия, положить на пол. Что, чтобы не провалились? Когда Великий Вася говорил, что я купила уазик, оказывается, он просто был вещем Олега. Клянусь, просто когда ты ехала, я подумала, что это уазик. Балка задняя. Оторвал пальцами, это не вкусно. А ты не боишься это все голыми руками делать? Это же, не знаю, заразиться можно чем-то. Блин, как сдец. Фу, он просто... Вот что ты подожмевал, когда я говорил, глин здесь пипец настоящий. Ну, ты, глин, если ты на оффроуде где-то застрянешь, за задний фаркоп тянуть тебя нельзя. Я боюсь, что его оторвут. Он не держится вообще? Не, он держится хорошо вроде как, ну, так, но если тянуть машину весь его вес, я думаю, что он оторвется. Ну, окей, а поработаем, сколько еще нужно ждать, когда я смогу на нем выехать уже? Ну, глин, если ты хочешь очень быстро закончить ремонт, то, наверное, тебе придется ездить, держа в ногах вот два этих огнетушителя. Если мы не поработаем с электропроводкой. Жесть! То есть он может спокойно загореться и сгореть заживо? Да, может быть всякое. Короче, ребят, теперь вместо сумочки я буду носить у себя огнетушитель. Пора научиться им пользоваться. Вы видели, что там творится, но некоторые могут не понимать, какие последствия могут нести за собой все эти проблемы. Допустим, то, что у меня были проблемы по ходовой, правая ступица была просто в никакой еще в состоянии, колесо просто могло в какой-то момент заклинить, отвалиться, улететь. Я могла, это как бы смертельный исход, вероятнее всего. То, что у меня неправильно стоит движок, то, что он так вот накренен, поставлен просто абы как, я даже не знаю, на чем он там стоит, это тоже опасность очень высокую имеет. Я там заеду в какой-нибудь столб, и просто движок войдет мне в салон и убьет меня насмерть. Или еще какие-то моменты, которые просто сейчас если пересчитывать, у меня пальцев не хватит. И это все дико опасно, поэтому я сразу поставила эту тачку ученицы, чтобы моя жизнь была в сохранности. Я надеюсь, что вы подождете этого момента, и дождетесь, пока тачка будет хотя бы из консервы превратиться в тыкву, а потом уже в корешку. Короче, план такой. Я сидела уже в таких машинах, и в принципе эта скорость, да, конечно, безусловно, мне страшно, и не бывает людей, которые не боятся скорости, но мы хотим найти сейчас человека, который испытает эти чувства, эмоции впервые, чтобы показать во всей красе, на что способна эта машина. И передать самое главное вам, зрителям, насколько это страшно. Поэтому мы сейчас подъезжаем к остановкам, и будем спрашивать у людей, типа, хотите прокатиться? Они такие, конечно же, да, на самом деле я готова получить кучу отказов, но так или иначе, это весело. Сейчас будем пробовать. Здравствуйте! Молодой человек! А вы ждете автобус? Да. А вас может подвезти? Подвезти нужно? Да нет. Точно нет? Давайте, у нас 700 лошадей в тачке, это будет очень круто. Видишь, не хочет ехать. А может взять каких-нибудь таких вот... Очкарики обычно добрые самые. Спасибо. Я забыл, что это тоже в очках. Я просто сновила джекпот. Ребят, ребят, хотите прокатиться на 700 силах? Блин, что-то у них акция какая-то странная. Ребят, привет, не хотите прокатиться на 700 силах? Нет, спасибо. Точно? Точно. Это очень мощная тачка. Нет, спасибо огромное. Все, окей. Хорошего дня. Не вам хорошего дня. Что? Не, они странные, типа они не покатят. Добрый день! Как вам машина? Мощно выглядит? А хотели бы прокатиться? Нет? Хорошего дня! Ну, ты, блин, это просто предложение. Попробуй говори. О, говори не было до тачуана, а, блин. Скажи, там вам немного осталось, надо. Брать от жизни все. И что, Артур, все. Это просто капсдец. Никто не садится. Легче просто продать реально этот, легче продать букет, чтобы садить кого-то в цешку. Покатят на 500 рублей. Можете купить нас за 100 рублей, своей девушке прекрасной. У нас нет наличных, но можем на карту перевезти. Я купила только что в магазине яйца и ватные салфетки. Ровно через секунду вы офигеете. Ой, как жарко, как жарко, жесть. Сюда? Да. Жесть, сюда! Пошел по центру. Оно сейчас нам поджарится. Это похоже не совсем на яйцо. Коль, хватит со своими портными фантазиями уже. А сколько здесь радиаторов? Девять. Что? Девять. Девять? Ты не прикалываешься? Девять радиаторов. А это чтобы охлаждать его или как? Да, но это тоже не помогает. Наш знакомый, Илья, попал в аварию на трассе М11 недавно. Ну, вы видели, скорее всего, фотки в Мэше, там, где восьмерка BMW влетела в отбойник. Короче, ужасная авария, просто Илья чудом выжил. Восемь ребер у него сломано, сотрясение и гематомы по всему телу. Вот, но он мне сказал одну очень грамотную мысль. Задумайтесь, на чем стоит машина, на чем она вообще прикреплена к асфальту. У нее есть, соответственно, четыре колеса, покрышки, и каждая покрышка, она имеет соприкосновение со свайтом где-то, ну, 4 сантиметра. Когда ты летишь со скоростью 240 плюс или вообще 200 плюс, у тебя этот размер 4 сантиметров скачается до 2 сантиметров. То есть у тебя еще меньше соприкосновения со свайтом. Как такая махина весом в несколько тонн может просто остановиться в моменте, никак. Поэтому нужно выбирать скорость с учетом дорожного покрытия и погодных условий. Это очень важно. Вы не хотите с нами прокатиться на мощной тачке, прочувствуйте весь спектр эмоций? Хочете. Что, хотите? Да. Серьезно? Да. Ну, погнали, давайте, я за рулем. Так, обязательно пристегиваемся, мы тоже. Ну, а где Орта? А можно наложить? Я не убью. У нас дверь открыта. Стой, не тормози, резко, резко, не тормози, она открыта вообще. Это серьезно, что ли? Ну, а что, не было ни одного человека, я, блин, кого не просила, все на отказ идут и на попят, ну, блин, пришлось вот Артура. Все боятся меня. Конечно, блин. Я взял вину. А ты не мог побольше эмоций выдать там хотя бы? Он просто, Артур такой, я говорю, кричи. Не могу я кричать? Ну, кричи. А-а-а. Это что такое? Вот такой ролик, ребят, получился. Я просто не ожидала от этой цешки таких эмоций. Она точно не та, за кого себя выдает. Вот она настолько же быстрая, насколько мой гелик ржавый. И спасибо большое Артуру, что дал прокатиться. Это нереальные эмоции. И я надеюсь, что вы заценили наш юмор, мы и старались. Вот. А что насчет геля, я очень надеюсь, что геля скоро выйдет с просторов сервиса, и мы сможем на ней нормально так пожиганить. Но, конечно, если вы хотите это увидеть, то нужно обязательно подписаться, поставить палец вверх, написать комментарий. И эта комбинация поможет мне двигаться с мотивацией дальше. Пока-пока.